Всем привет! Я Лера, стилист и фашн-блогер. И сегодня у нас будет видео про вдохновение, вдохновение месяца. Я расскажу вам все, что меня вдохновляло, все, что мне понравилось. Это будут и книги, и фильмы, и бьюти, и мода. Поэтому оставайтесь! Ну что ж, начнем, наверное, с события, которое было не в этом месяце, а в феврале. Несмотря на то, что оно было достаточно давно, оно было для меня таким знаковым, потому что это была первая неделя моды в Милане. И я скажу, что я получила колоссальный опыт, потому что были очень красивые презентации, было очень красиво все организовано. И, конечно, я действительно вживую увидела все своих любимых блогеров. И я думаю, что такое событие, событие месяца, действительно стоит отметить. Следующее, это будет образ месяца. Я скажу, что за весь прошлый месяц я очень полюбила носить юбку в белевом стиле с обычной какой-то хлопковой футболкой и блейдер. Вот, в принципе, это сейчас такой образ на мне. Мне кажется, что он очень повседневный. Он подходит для девушек, которые, например, проводят время на работе, и вечером у них или какое-то мероприятие, или весной уже, когда теплеет, хочется, в принципе, гулять, устраивать прогулки. Я думаю, что стоит этот образ отметить, так как он очень актуальный и женственный. Это будет книга месяца. Я думаю, что стоит рассказывать о таких каких-то вещах, не только о моде. И я, наверное, расскажу про книжку, которую я прочитала не за последний месяц, а за последние несколько месяцев, будем честными. Это «I'm Red. Источник». Это книжка, которая рассказывает, что действительно не стоит отказываться до последнего от своих каких-то убеждений, идти к цели, если вы действительно уверены и верите в то, что вы делаете. И, в принципе, девушки, которые любят романы о любви, вам тоже очень понравится, потому что здесь на протяжении всей вот этой большой книжки рассказывается очень трогательная романтичная история. А сейчас, внимание, конкурс. Я хочу разыграть эту книгу Лобковского, которая очень интересная и поможет вам пересмотреть какие-то ваши взгляды на вашу жизнь. Условия очень простые. Вам нужно написать, любите ли вы читать книги. Если да, то какую прочитали в последний раз. Будьте подписаны на мой канал. И случайным образом я выберу победителя. Удачи! Ну и так как мы девочки, куда же без бьюти, я сегодня хочу рассказать про бьюти-продукт месяца, который я пользуюсь уже действительно целый месяц. Это будет сыворотка для лица от Caudalie, французский бренд, и она называется Sos Serum. То есть она супер увлажняющая. Мне нравится то, что у нее очень достаточно такая легкая текстура. И если, допустим, летом у вас кожа или жирница, или вообще не хочется какие-то тяжелые текстуры наносить, сыворотка, она легкая, она мгновенно впитывается, и она достаточно, чтобы ваша кожа увлажнилась. Также я скажу, что мне нравится еще... Она очень хорошо наносится под макияж, то есть как базово ваш тональный крем не будет скатываться, и вот эти вот не будут, знаете, как пятнами идти тональный крем. Поэтому обратите внимание. Так, ну и вещь месяца. Я думаю, что стоит отметить брюки мои светлые от JW Anderson бренда. Мне нравится то, что это хорошая альтернатива вашим обычным, уже просто заезженным голубым джинсом, который мы все часто носим весной, летом, зимой и осенью. У них мне нравится такой яркий кожаный акцент, как кожаный карман. И, в принципе, он добавляет всей этой простоте какой-то оригинальность необычной. Я думаю, что такие брюки в гардеробе нас выручат, потому что они не смотрятся слишком спортивные, они не смотрятся слишком классические. И имейте в виду, что вот этот вот коричневый карман не обязательно должен совпадать прям тон в тон с вашей сумкой или обувью или другим каким-то аксессуаром. Еще одним моим вдохновением месяца я скажу, что это фильм, который называется «Работа без авторства». Этот фильм был снят в прошлом году, в 18-м, и он основан на реальных событиях. Фильм рассказывает историю жизни немецкого художника Герхарда Рихтера. И, в принципе, он, по-моему, три часа идет. Фильм очень такой сначала тяжелый, как драматический, но обязательно досидите, досмотрите, потому что он показывает, что действительно нужно как-то добиваться и не останавливаться в... Сейчас. Он под... Да ну что ж такое? Он показывает то, что не нужно останавливаться на развитии как собственном, на саморазвитии. Нужно всегда продолжать узнавать что-то новое, развивать себя, несмотря на то, что вы получаете, допустим, вначале какой-то дискомфорт, какие-то минусы, или просто вы не знаете, вы рискнете, и вы не знаете, что в итоге получите. Но все же я считаю, лучше как сделать, попробовать сделать и пожалеть, чем не сделать и об этом жалеть. Поэтому обязательно поставьте себе этот фильм в заметке. Ну и впечатление месяца. Я должна отметить, что это будет показ круизной коллекции Dior, который прошел совсем недавно. Этот показ был уникальный, наверное, тем, что он проходил в Маракеше, в Барокко. И вот в этом показе Мария Кюри, она, наверное, отдала всю дань первому приемнику Кристиана Диору Ивсен Арану, который был урожденец алжирского города Аран. И если посмотреть на всю коллекцию, она прям была проникнута всеми этими восточными африканскими узорами, какими-то тканями. Обратите внимание на нитку, которая была прошита. И вот прям очень много было ярких цветов, было очень много теплых цвета, которые у нас, наверное, ассоциируются с именно вот такими странными, жаркими, африканскими. Поэтому посмотрите, если вы не видели эту коллекцию, этот показ, посмотрите обязательно, он стоит вашего внимания. Так, ну и бренд месяца. Я думаю, что стоит отметить французский бренд, мой любимый, который называется Rouge. Он прям делается, вся одежда делается и шьется во Франции. И мне нравится необычный такой дизайн, который вы не найдете в масс-маркете. Это будут платья, это будут юбки, блузки. И именно в таком французском, легком, свободном, игривом стиле. У меня есть несколько вещей этого бренда. Это платье, которое вы могли видеть в предыдущем видео. Это свитер и что-то еще. И юбка. Я хочу сказать, что создательница этого бренда это Жанна Дамаск. Посмотрите, у нее в Инстаграме очень красивые фотографии. Она показывает, как в повседневной жизни можно сочетать все вещи, которые она сама и создает. Ну что ж, это были все мои вдохновения за прошлый месяц. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Возможно, вы что-нибудь или читали, или смотрели, или у вас тоже есть такая вещь. А в следующем месяце мы составим уже новые. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.